друзья всем привет сегодня мы оказались в городе саратов и я сразу пошел посмотреть монумент здесь на горе практически в центре саратова на возвышенности есть такой красивый монумент и отсюда еще плюс ко всему открывается очень красивая панорама я так понимаю это одна из самых высоких точек города вот там прямо по курсу у нас есть мост тоже достаточно красивый длинный широкий и полностью весь саратов отсюда можно разглядеть вот архитектор юрий иванович миньякин данного мемориала он также участник великой отечественной войны заслужен архитектор россии и что самое интересное что здесь вот есть еще площадь и плюс ко всему пять ступеней и каждая ступень где цветочки растут она символизирует тяжелых годах сражений и начиная сорок первого года вот и заканчивая сорок пятым годом берлин кенинсберг прага вена даже пьян вот ну мемориал конечно же очень крутой там еще есть в парке всякие разные танки пушки все тоже в память вот сорок четвертый лига рига бухаре вновь город таллинн софия кишинев минск и на каждом на каждая каждая ступень символизирует а год один год сражения пушки расположены вот именно которыми как раз таки воевали во время я думаю этих воин сражений и большая площадь с вечным огнем но мемориал конечно же очень красивый там танки и вообще некоторые вот допустим орудия я даже и не знал что такие существуют да это музей боевой трудовой славы музей под открытым небом вы сюда можете зайти абсолютно свободно погулять здесь вот там танки сейчас поближе вам покажу а здесь всякие разные катюш и вообще все такое именно машины механизмы полевая кухня которыми здесь которые здесь представлены ими как раз такие вот люди и воевали это такая штучка она освещала лампа фара большая это снаряды запускала машина боевая машина реактивной артиллерии и двери если вы можете видеть полностью все из дерева сделано вот это уже более современная техника зис боевая машина артиллерии это тоже зис а это уже урал то есть это можно сказать самая современная техника по-моему она сейчас данный момент используется град здесь вот тоже различные всякие пушки до 12 километров они стреляли эти пушки 15 миллиметров и можно ее буксировать со скоростью все театр и вот это вот артиллерия она на самом деле тоже большую роль играла ключевую вот здесь есть прям вообще такие экспонаты которые я даже не не видел не встречал раньше хотя вот 31 37 год выпускалась и на 20 километров она может стрелять теперь танки здесь пошли танк т-34 легендарный 32 тонны масса так ты 10 50 то уже пятьдесят третьем году вот такие вот деньги делали танки интересно принято уже не пятьдесят третьем году здесь есть qr-коды можно их просканировать и более подробно поизучать про эту технику да прям такие мощные это тяжелый танк из 2 потом еще вот такие здесь есть танки is 3 45 год 46 тонн масса и т-34 еще здесь встречаются вот такие вот легкие танки т-26 1933 года он еще до второй мировой войны использовался и на самом деле здесь очень много можно всего встретить т-70 и пушки 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 очень много пушек есть боевые машины пехоты друзья я вот прям здесь иду и он не заканчивается этот музей здесь очень много из по экспонатов я думаю больше ста машины вы можете абсолютно бесплатно здесь прийти погулять посмотреть на английском языке даже написано информация машины конечно же серьезные современные более-менее есть а есть вот непосредственно музей трудовой боевой славы можно вовнутрь зайти то есть вы можете как снаружи это все увидеть посмотреть так и вовнутрь еще внутри зайти погулять вот такие фрагменты можно здесь обнаружить вот всякие лопаты чашки ложки там каски оружие и как раз таки вот сорок первого года здесь такие большие плакаты можно про это про все прочитать наступательная операция битва за днепр и так далее ну очень интересно конечно же вот здесь я вижу какие-то подлодки какие-то снаряды подводные сверхмалая подводная лодка носитель водолазов мины это просто какое-то невероятное место там еще есть авиация тут еще танки и вот водолазов а так катали на этой штучке пожалуйста т-44 тоже того времени танки и их просто здесь какое-то невероятное количество этих танков средние и малые танки крупные танки ну место однозначно рекомендую посмотреть особенно пацанам будет вообще здесь классно погулять понаблюдать вот за этим за всем за историей т-80 танк всеми шестом году был принят на вооружение эти достаточно такие уже прям современные танки а вот плавающий танк друзья мощный это боевые машины пехоты бронированные вот здесь значит пожарные машины тоже представлены это быстроходная траншейная машина а это установка для типа как душ дезинфекция интересно вот это белая по моему тоже может плавать мчс россии на скорее всего она воду греет и можно душ принимать с помощью вот этой машины вертолеты еще вдобавок ми-2 вот этот ми 224 транспортно-военный вертолет теми шестом году принят на вооружение гигантский просто даже в объектив не помещается очень большое я вот иду значит здесь иду и не заканчивается здесь и лодки и подводные лодки и самолеты всякие разные и там еще есть аллея дальше вот это тоже по моему истребители а крыло у самолета можно покачать оно закреплено не жестко потому что если оно будет закреплено жестко оно может оторваться то есть у него какой-то там небольшой ход есть плавный оказывается сверх звуковой ракетоносец здесь еще такие кончики интересные ну да такая ракета может натворить делов конечно вот это все истребители а есть и современные и времен второй мировой там всякие разные бомбы друзья я думаю если вот так прийти здесь можно целый день ходить гулять это все рассматривать читать даже наверное одного дня не хватит просто какая-то невероятная техника и вот это уже современные системы залпового огня пусковая пусковая установка с ракетами синить на ракетного комплекса с с 25 м вот эти машины если я не ошибаюсь запускают уже ядерное оружие потому что она прям такая массивная под ней даже вообще пол трескается бетон самоходная пусковой установка тактическая ракетного комплекса да это все машины которые запускают ракеты самоходные станция наведения ракет чего здесь только нет по-моему все оружие рлс которая когда-либо использовалась она помог здесь все сконцентрировано я думаю я здесь уже больше часа гуляю и прямо это все не заканчивается чисто здесь убрано это тоже что-то с рлс связано машина очень серьезная еще и здесь сельскохозяйственная всякая разная техника ну музей реально гигантский да там трактора все такое вот то что яркого цвета то что видно заметно хорошо это все связано с сельским хозяйством а вот эту технику ее практически не видно в листве или еще где-то там даже вагон есть даже вагон они сюда притащили здесь можно встретить весьма современную технику МиГ-23 многоцелевой истребитель на высоте почти 20 тысяч метров он может летать скорость 2,5 тысячи километров в час это почти в три раза больше чем гражданские обычные самолеты летают в 1976 году такая техника уже была а вот здесь еще один устребитель по-моему он более современный а это МиГ-31 у него скорость 3000 км в час и он гораздо больше летит быстрее, выше летит ну да эта машина прям такая серьезная конечно же и вот он здесь просто в парке стоит любой желающий может подойти я думал такое только в Америке бывает а это связанное с космосом уже вот эти штучки отправляют в космос и потом в этих капсулах спускаются на землю космонавты назад здесь тоже истребители вот иллюстрировано как танки и вообще это все в окопах стояло как они делали как он заезжал и видимо огонь вел прям прям с окопа танк очень интересно опять же пушки всякие разные друзья здесь прям можно в окоп спуститься удивительно прям ощутить как это все вообще все было здесь такой дзод немного сужается ну вот так вот люди воевали а это по моему трофейная техника если я не ошибаюсь потому что в советском союзе вроде как такой техники не было ничего не написано похоже на какую-то европейскую технику вот самоходное орудие да это Daimler-Benz это немецкая техника собственно и как раз таки ежи они сделаны из рельс рельсы сваривали вот так со всех сторон 4 рельсы и уже танк через них не мог проехать вот здесь вы можете видеть какие качественные сварные швы уже были в то время это вот именно человек варил руками потому что роботов никаких тогда не было все сваривалось вручную и здесь толщина металла где-то примерно 10 миллиметров друзья я здесь загулялся вообще изначально зашел вот там где это стела где мемориал и я как-то просто прошел здесь здесь я даже не знаю сколько километров потому что мемориал там далеко остался а еще друзья у них здесь есть колонки вот такие а и оттуда даже течет вода у нас раньше были в Алма-Ате такие колонки сейчас их конечно же не осталось друзья должен вам сказать конечно же я очень впечатлен этим местом и интересно то что здесь все это как-то культурно составлено и никто не хватает ничего не это никак не забирает и культурно люди приходят отдыхают никакого мусора нет